МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самым крупным и боеспособным объединением военно-морского флота Советского Союза долгие годы оставался дважды краснознаменный Балтийский флот. В его составе были самые современные корабли, осваивались способы их применения. Рассказ об этом в фильме «Оружие». В 1945 году закончилась Вторая мировая война. Согласно договоренностям, которые были достигнуты между руководителями стран антигитлеровской коалиции, часть Восточной Пруссии вместе с городом Кёнигсберг была передана Советскому Союзу как его составная и неотъемлемая часть. Во время войны здесь были сосредоточены крупные силы вермахта и располагалась главная база германских военно-морских сил – Пилау. База имела удобный выход в море и развитую инфраструктуру. Весной 1945 года советские войска вошли в Пилау. Сюда сразу же была переброшена часть кораблей и подводных лодок Балтийского флота. Вскоре после войны город был переименован в Балтийск и стал базой советских моряков. В соответствии с геополитической обстановкой менялись задачи и состав группировки Советского военно-морского флота на Балтике, а также районы его дислокации. В первые послевоенные годы основной задачей была охрана баз и троллиния морских путей от мин во множестве сохранившихся со времен войны. Поэтому к бригаде сторожевых кораблей был приписан отряд минных тральщиков. Новые корабли этого класса проектировались и строились с учетом повышенных требований к противоатомной защите, появления новых видов оружия – противолодочного и противоминного. Наиболее массовыми сериями выпускались минные тральщики проекта 254. Было построено около 200 таких кораблей. Морской минный тральщик проекта 254. Водоизмещение 569 тонн. Скорость 15 узлов. Силовая установка дизельная, общей мощностью 2200 лошадиных сил. Вооружение. Контактные и неконтактные минные тралы. Два спаренных 37-миллиметровых автомата. Четыре спаренных крупнокалиберных пулемета. Две бомбометные установки. Десять больших глубинных бомб. Для защиты морских баз, коммуникаций и борьбы с подводными лодками потенциального противника были сформированы бригады сторожевых и противолодочных кораблей. На их вооружение поступала самая современная техника. Сторожевики нового поколения начали разрабатывать и строить уже в первые послевоенные годы. Наиболее удачными оказались корабли проекта 50. В их конструкции использовалось несколько принципиально новых для отечественного флота решений. Всего промышленностью было сдано 68 сторожевых кораблей этого проекта. Сторожевой корабль проекта 50. Водоизмещение 1200 тонн. Скорость 30 узлов. Силовая установка. Паротурбинная общей мощностью 20 тысяч лошадиных сил. Вооружение. Три артиллерийских орудия калибра 100 миллиметров. Два спаренных 37 миллиметровых автомата. Два спаренных 25 миллиметровых автомата. Трехтрубный торпедный аппарат калибра 533 миллиметра. Два реактивных бомбомета. Две бомбометные установки. 26 морских мин. Для охраны баз и коммуникаций от нападения субмарин потенциального противника использовались малые противолодочные корабли. Их оснащали самыми современными образцами оружия, гидроакустическими станциями новых поколений. Самыми крупными сериями выпускались охотники за подводными лодками проектов 204 и 1124. Затем в состав флота вошли малые противолодочные корабли проекта 1331, построенные на судостроительных предприятиях Германской Демократической Республики. В годы Холодной войны задачи Балтфлота были значительно расширены. Основные корабельные и авиационные силы контролировали акваторию Балтийского моря, а также несли боевую службу в Атлантике и Средиземном море. В 60-е и 70-е годы в состав основных сил Балтийского флота вошли бригада десантных кораблей и отдельная бригада судов на воздушной подушке. Они были предназначены для высадки частей морской пехоты вместе с боевой техникой. Основу стратегических десантных сил составляли корабли проекта 1171 ТАПИР. Каждый из них мог брать на борт полный батальон морской пехоты со штатными техникой и имуществом. ТАПИРы были хорошо вооружены и защищены от ударов с воздуха. В 60-е и 70-е годы в состав Балтфлота вошли десантные катера и корабли на воздушной подушке. Они значительно расширили возможности морской пехоты, которая теперь могла высаживаться прямо на берег вместе с боевой техникой и снаряжением. Несмотря на удобное расположение и прямой выход в море, в советский период военно-морской базе в Балтийске не уделялось особого внимания. Это обуславливалось тем, что практически все южное побережье Балтийского моря находилось в распоряжении командования Балтфлота. Польша и Германская демократическая республика были участниками Варшавского договора, а Прибалтийские республики входили в состав СССР. Удобных баз для дислокации кораблей и других объектов флотской инфраструктуры было вполне достаточно. Однако с развалом Советского Союза ситуация изменилась коренным образом. Объединенная Германия, Польша и страны Балтии вошли в состав блока НАТО. В распоряжении Балтийского флота России осталось три базы – в Балтийске, Кронштадте и Санкт-Петербурге. Калининградская область потеряла общую сухопутную границу с метрополией, превратившись в анклав и одновременно в форпост России на Балтике. В 1994 году было принято нестандартное решение. Главной базой флота стал Балтийск, бывший Пилау. Штаб флота переведен из Санкт-Петербурга в Калининград. А все сухопутные части и соединения, дислоцированные в области, и вся военная инфраструктура переданы в оперативное подчинение командованию флота. Сейчас в состав береговых частей Балтийского флота включены мотострелковые, танковые, артиллерийские, ракетные и другие части 11-й отдельной гвардейской армии. Никогда прежде сухопутное объединение не было придано флоту. Благодаря этому решению на 30% снизились расходы на содержание войсковой группировки, более простым стало ее управление. Береговые войска Балтийского флота организационно входят в состав флота, являются оперативно-техническим объединением. В своем составе имеют 40 воинских частей и дислоцируются в 10 гарнизонах Калининградской области. В настоящее время береговые войска флота имеют необходимые силы и средства, а также развитую инфраструктуру для обеспечения надежной обороны области и отражения ударов противника как со стороны сухопутных границ, так и со стороны моря. В состав береговых войск входит 850 танков, 550 ракетных систем залпового огня, 350 артиллерийских систем. У нас есть достаточные средства, те, которые решают эти задачи, как на море, так и на суше в однозначном порядке. В состав входят ракетные части, артиллерийские части, причем всех систем, которые в настоящее время, во всяком случае, могут выполнять задачи по поражению любых целей. Дважды краснознаменный Балтийский флот представляет собой уникальное, разновидовое оперативно-стратегическое объединение. В его состав входят более сотни боевых кораблей, вспомогательных и поисково-спасательных судов, 150 самолетов и вертолетов. Основа ударной мощи – эскадренные миноносцы, сторожевые и ракетные корабли, имеющие новейшие комплексы высокоточного оружия, современные системы противовоздушной обороны. Также флот включает в себя части морской авиации, противовоздушной обороны и сухопутных войск, единые органы оперативного, технического и тылового обеспечения. В его ведении находится сложная система береговых коммуникаций и объектов. Сегодня корабли флота способны нести боевую службу не только в ближней морской зоне, но и в дальних районах Мирового океана. Балтийский флот принял участие в российско-белорусском оперативно-стратегическом учении «Запад-2009». В ходе учения были задействованы соединения надводных кораблей, береговые войска, авиация и части противовоздушной обороны. Редактор субтитров А.Семкин